Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипа Меочич опубликовал вчера в инстаграме обращение к своим болельщикам, поделившись своим мнением насчет поражения Фрэнсису Ингану. Самое главное, со мной все в порядке. Я знаю, что это падение было не самым изящным моим падением, но я был без сознания, такое бывает. Моим родным, друзьям и фанатам, особенно с Хорватией и Клиффленда, я люблю вас и извиняюсь перед вами. Ненавижу подводить вас. Моей команде спасибо. Я знаю, что вы чувствуете каждое поражение так же, как и я. Мы выигрываем как семья и проигрываем как семья. Поражения всегда огорчают на некоторое время, но это нормально для такого дела. Всех не выиграешь. И важно понять, что проигрыш – это столько же часть спорта и жизни, сколько выигрыш. Никогда не забывай, что Бог всегда поставит тебя туда, где ты должен быть в этот момент. Нельзя думать о том, что нужно было сделать лучше. Но можно научиться и улучшить, а в следующий раз вернуться подготовленным. К сожалению, я отклонился от плана игры. Я чувствовал себя прекрасно перед вторым раундом. Я увидел, что все пошло по плану. Он пошатнулся, а я атаковал его слишком рьяно, не думая о защите. Я не был готов принять удар. Он увидел, что я открыт и сделал то, что сделал бы любой великий боец. Это была моя ошибка, которую я принимаю. Она больше не повторится. Наконец, хочу поздравить Фрэнсиса и его команду с заслуженной победой. В субботу был твой вечер. Наслаждайся победой. Пока я собираюсь насладиться отдыхом, провести немного времени с семьей и встретить рождение сына этим летом. Оставайтесь с нами. Да храни вас Господь. Шона Мейли после победы над Томасом Алмейдой готов принять вызов бывшего чемпиона и комментатора UFC в лице Доминика Круза. Через секунду после моего боя с Алмейдой мне задали вопрос о том, с кем я планирую свой следующий поединок. Я слышал, что Доминик Круз интересовался моим мнением. Так почему бы нам не сделать бой? Я готов. Мы бы могли это сделать перед третьим боем Макгрегора и Пурья. Джон Джонс продолжает настаивать на поединке с новоиспеченным чемпионом тяжелого дивизиона. Но дела идут настолько плохо, что Боунс уже попросил у руководства уволить его. Последний его пост насчет этой сделки звучит так. Я буду стараться оставаться верным себе. У UFC еще есть время поступить правильно. На следующей неделе я должен увидеть предложение для боя. Я скрестил пальцы. Это большой шанс для нас всех и в этой жизни. Тони Фергюсон продолжает свою подготовку к поединку с Бенейлом Дариушем в зале Фредди Роуча. На этот раз к ним присоединился сам Джордж Сан-Пьер. И оба бойца поделились этим фото у себя в соцсетях. Ворвавшийся на шестое место в полусреднем весе Висенте Люка, недавно победивший досрочно бывшего чемпиона Тайрона Вудли, хотел получить поединок с Хорхем Асвиделем. Но у руководства были другие планы. Бой, который я действительно хотел, достался Комару. Я хотел подраться с Масвиделем. Думаю, это был бы взрывной поединок. Наши стили сочетаются очень хорошо. По этой причине я также вызвал Нейта Диаса. Считаю, что наши стили сочетаются идеально, и если он заинтересован в возобновлении карьеры, я откажусь от поединка с соперником из топ-5 ради боя с ним. Впрочем, я сосредоточен на верхушке дивизиона. Леон Эдвардс, Стивен Томпсон. Два парня, которые победили меня. Я бы с удовольствием провел эти реванши. Но посмотрим. Есть много боев, и я однозначно хочу сейчас соперника высокого уровня. Даниэль Кармье высказал свое мнение насчет тех фанатов, которые считают, что Джон Джонс просто боится Фрэнсиса, и потому придумывает множество отмазок для их встречи. Несмотря на все, что между нами было, я не могу сказать, что Джонс боится Энгану. Это не так. Я понимаю, что большинство людей были бы испуганы, но есть и такие, кто не боится Энгану. Это Стив Амиочич, Дерек Льюис, Серил Ганн. Эти парни точно его не боятся. Как и Джон Джонс. Джон Джонс один из самых талантливых парней, которых я видел в октагоне. И если есть кто-то, кто может справиться с головоломкой под названием Фрэнсис Энгану, это Джонс. Сейчас идут переговоры на высшем уровне. Джонс столько раз защищал свой титул, так что я могу предположить, что у него были повышенные гонорары. Теперь он хочет, чтобы его гонорар был самым большим. И знаешь что? Снимаю перед ним шляпу. Иди и получи свои деньги.